С вашей точки зрения, на кого в такой ситуации кроме себя можно рассчитывать? Власти, армии, спецслужбы? Нет, ни на кого рассчитывать в этой ситуации, ни на кого не приходится, только на самих себя, ну и, конечно, это, прежде всего, внутренняя готовность, то есть морально-духовная готовность к тому, что произойдет такая вещь. И все равно мы сегодня стоим на грани жизни и смерти, все равно мы думаем, что же это за грань и что же это за понятие такой смерти. Мы задумываемся над смертью, потому что, как вы знаете, во многих конфессиях отношение к этому понятию, так сказать, оно было разное. Вот, и поэтому, в общем, как ни странно, мы даже начали читать книги на эту тему, смотреть фильмы и как бы размышлять со всякими людьми, которые занимаются эзотерикой. То есть это еще одна из ступеней подготовки к «Чирик, Кирды, Куку». Как вы считаете, какой из художественных фильмов наиболее точно отражает «Чирик, Кирды, Куку»? Наверное, «Апокалипсис». Фильм, который называется «Апокалипсис». Это Мэла Гипсона вы имеете в виду? Да. Это о колонизации? Да. Это когда меняется структура. Я думаю, что да. Почему так? Ну, на самом деле, действительно, сменится структура, потому что все-таки «Апокалипсис» — это, прежде всего, смена ценностей. Вот. И поэтому она произойдет здесь естественным способом. Здесь не надо будет никому ничего доказывать. Здесь не надо будет никому ничего объяснять. Люди естественным образом начнут менять, будем так говорить, свои ориентиры. В том же «Апокалипсисе», кстати, правильно говорить, «Апокалипт», он в изначальном варианте так называется. Если вы помните, фильм заканчивается с одной стороны позитивно для главных героев, но тем не менее, глядя на океан, они имеют ту самую молодую шпалу, которая соплет их с лица земли. То есть здесь скорее речь идет о некой новой формации. Да, новая формация людей, конечно. Я именно это имею в виду, что именно новая формация людей, которые... Потому что эти кризисы на Земле происходили достаточно часто. Это не первый «Апокалипсис» и не последний. Все «Апокалипсисы» возникают, как и войны для чего-то. В данном случае это, конечно, переформатирование человеческого общества. Продолжение следует...